На часах 13.06 в эфире программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Своим особым мнением сегодня в нашей студии Наталья Осипова. Добрый день. Добрый день. Генеральный директор коммерческого центра «Вятский», кандидат филологических наук, директор литературной школы. Все верно? Все верно. Все верно. Давно Наталья не была в нашей студии, потому что по понятным причинам большую часть времени вы проводите за пределами нашего города. Но все-таки очередное яркое событие будет сегодня связано именно с вами. Именно сегодня, 15 сентября, в 6 часов вечера, театр на Спасской организует лекции на лестнице. Интересный проект. И вы его будете открывать сегодня, получается? Ну, получается, да. В 6 часов вечера именно ваша лекция в случае хорошей погоды на лестнице, как раз-таки на перекрестке Спасской и Казанской, а в случае плохой погоды. А погода действительно сейчас не очень. Видимо, все-таки в здании театра, пока не знаю, в каком именно помещении, но да, вероятнее всего в здании театра. Это сам по себе проект очень красивый, лекции на лестнице. Инициатива исходила непосредственно от театра или какое-то коллегиное решение? Нет, нет, нет. Меня пригласили прочитать лекцию. Я как раз в эти дни оказалась в Кирове. И поскольку у меня давно была мечта прочитать публичную лекцию про Анну Каренину, то я с радостью согласилась. Эта лекция, она уже давно существует? Она уже где-то, вы вещали уже, представляли ее внимание студентов тех же? Я никогда не читала публичных лекций об Анне Карениной. Я читала студентам лекции, и у меня несколько есть научных статей, в частности, про гастрономический код Вани Карениной. И сегодняшняя лекция, я не знаю, что из этого получится, я бы так не торопилась называть ее ярким событием. Может, я все провалю. Я очень давно не читала лекции. На сегодняшней лекции будет попытка адаптации вот этих моих научных идей и исследований к публичному пространству. То есть речь идет о каком-то упрощении, что ли, для восприятия, для понимания? Да нет, почему упрощение? Речь идет о том, чтобы посмотреть на роман с точки зрения того, как Толстой, не желая описывать чувственность, все-таки описывает чувственность, какой при этом, получается, язык, каким путем это происходит. Но я не хочу раскрывать здесь в эфире все сразу. Но ведь Толстой – это один из авторов самой радикальной теории пола и семьи. В старости он приходит к тому, что люди должны сохранять целомудрие и, в общем, совершенно негоже жениться. Жениться в старости, уже будучи отцом 13-ти рожденных и 11-ти живых детей, прожившим всю жизнь в счастливом браке, Толстой очень категорически критикует институт семьи и брака. И то, что современникам Толстого казалось бредом, что называли шуйцей, то есть есть десница правая, а есть шуйца левая, чем-то левым совершенно в творчестве великого писателя, то сейчас выглядит вовсе не так. И философы сегодняшнего времени обращаются к философии Толстого как к самому крутому, радикальному и яркому высказыванию об институте семьи и о вопросах пола. И вот я буду говорить об этом. Были какие-то еще варианты с какой-то другой лекцией? Нет, я хотела прочитать про Анну Каренину. Театр на Спасской открывает этот курс лекции, чтобы подготовить кировского зрителя к спектаклю Алексея Каренина по пьесе современного драматурга. И будет цикл лекций. Первая моя. Дальше будут лекции, я насколько знаю, Кати Рябовой, которая будет говорить о том, как вообще классику переводят сегодня на язык театра. И каких-то еще людей, которые будут готовить кировского зрителя к восприятию толстовского материала в современном переложении. На какую публику рассчитываем? Очень интересно, кто придет. В частности, ваша лекция. Вот очень интересно, кто придет. Я знаю, что моя мама придет, а кто еще, пока не знаю. Кто-то из моих студентов написал, бывших студентов, что собирается ко мне на лекцию. Мне очень интересно, кто придет. От этого будет зависеть на самом деле лекция, потому что главная идея состоит в том, чтобы не столько вещать, сколько дискутировать, обсудить эту ситуацию. То есть слушатели, пришедшие, они могут задавать вопросы и рассказывать. Конечно. Более того, это будет прямо центральная часть. Именно ответы на вопросы. Дискуссию будет модерировать Екатерина Рябова. И, в общем, надеюсь, это будет интересно. Это все-таки не лекция в классическом таком понимании, да? Это все-таки дискуссия. Присутствие разных позиций. 40 минут лекции и полчаса дискуссии. Вот такой формат. А вообще, как предложение вам поступило? Вы позвонили? Мне написали на Фейсбуке. Мы все живем в соцсетях. Да, ужас. Да. Ну, самый сейчас распространенный, да, и доступный способ общения, это, конечно же, написать. Если еще будут предложения поучаствовать в этом проекте, с каким материалом? Ну, меня еще зовет Герценко прочитать какую-нибудь лекцию. Вот Герценко мне дала полную свободу выбрать, о чем я хочу поговорить. И я в следующий раз, когда я в Киров приеду, прочитаю в каком-то из форматов в Герценке лекцию, или вот тоже мне нравится этот формат лекции, плюс дискуссия. Это всегда интереснее, чем просто монологическое слово. Про Хаджимурата. То есть последние свои научные статьи я писала о Хаджимурате, и меня страшно интригует эта повесть, которая на самом деле по объему материала, по смыслу тянет на роман. Хаджимурат — это такая война и мир позднего Толстого. Свернутый совсем маленький текст, 100 страниц, но по объему это как 4 тома войны и мира. И мне очень хочется почитать про это, и это будет вот, не знаю когда, но в этом году. Ну, как вы? Поздней осенью, когда погода будет еще хуже. Как вы внутренне себя ощущаете, душа чувствует, что будет востребовано как-то откликнуться? Ой, не знаю. Люди придут? Мне самой ужасно интересно. Или пока такая тревога присутствует? Я не боюсь, что люди не придут. Я боюсь, что я плохо прочитаю. Я давно не читала Владимир лекций, и я волнуюсь за свою квалификацию. А вообще по стране нечто подобное? Вы с этим сталкивались? Это сейчас в тренде в каком-то? Абсолютно. То есть в Москве есть множество разного формата лектория. Вплатные лектории, бесплатные лектории. Лектории по литературе. Лектории по большим и широким культурным сферам. Институт Стрелка проводит летние совершенно шикарные лектории по проблемам города и городского пространства, городской среды, архитектурной такой. То есть очень много в Москве происходит интересных проектов. Я не знаю... А с каким образом это начинается все? Приходит идея кому-то в голову, а давайте попробуем. Вроде получает это какой-то отклик. Приходят люди именно так? Или какая-то потребность в обществе, что ли, вот именно в этом присутствует сейчас? Время такое? Вот хороший вы задали вопрос, есть ли в этом потребность. Раз такие лектории существуют, в таком количестве потребность точно есть. Почему в наше время вдруг мы все так потянулись к знаниям? У меня тоже есть ответ на этот вопрос. Мне кажется, что все современные институты образования, они немножко стухли. Они стали скучными, неинтересными. Они не отвечают на наши острые потребности, интеллектуальные в том числе. У нас же есть интеллектуальный голос. Вот у нас, да, у нас умы бродят, а в общем-то выражение этому интеллектуальному голоду, кроме лекториев, вот что может быть названо, разговоров о философии бытия на кухне, как это было в советское время, мне кажется, уже сейчас их нет. И в социальных сетях все-таки нельзя поговорить на такие серьезные высокие темы. Это все-таки такой треп, это чат. Можно социальную сеть создать специально для этих людей? Не приходила такая? О, нет. Знаете, так много других занятий, что еще создавать социальные сети. Ну и потом я же, конечно же, считаю, что социальные сети – это зло. Это зло. Все мы так считаем, но несмотря на это, мы куда-то заглядываем, как наркотик. Да. Так. Еще раз напомню, что именно сегодня первая лекция проекта, в рамках проекта лекции «На лестнице» театра на Спасской, перекресток Спасской, непосредственно, и Казанской, как раз так вот Наталья Осипова сегодня в 6 часов вечера представит лекцию по Ане Кариновой. Приходите. Ну да, она будет очень так странно называться «Груша, устрица или калач». То есть я буду говорить про то, как герои Толстого едят и как начинается роман. Да. Сейчас у нас небольшая пауза, скоро продолжим. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня это «Особое мнение» напомню Наталью Осипову и генерального директора коммерческого центра «Авятские», кандидата филологических наук, директор литературной школы. И как раз таки сейчас о литературной школе хочется поговорить. Сайт есть, хочу вам подсказать, leadschool.pro, где все об этой литературной школе можно узнать. В новостях много событий. Вот последнее, что случилось у вас, это подведение итогов конкурса «Дама с собачкой». О да, этот конкурс нам дался нелегко. Во-первых, это первый опыт Creative Writing School по участию в литературном конкурсе. И когда Майя Кучерская пришла с этой идеей, она казалась такой лёгкой и нам казалось, ну что, может быть, веселее, чем написать рассказ о курортном романе. Но когда за два месяца пришло 1100 рассказов, которые нужно было прочитать... Тысячу сто? Тысячу сто. Со всей страны или плюс ещё за рубежью? Да, плюс за рубежью. Русскоязычные рассказы, но со всего мира. То, конечно, просто весь этот материал обработать, прочитать, выбрать лауреатов, выбрать первые места. Это была огромная работа большой компании людей из российской газеты, из портала «Год литературы» и из литературных мастерских Creative Writing School. И вот 12-го числа были вручены премии, объявлен победитель. Им казался... Секлана Качерина. Нет, молодой... Первое место. Первое место, да. Три первых места этой девушки. А вот гран-при достался 26-летнему юноше из Минска. Ах, я не могу вам сказать его имени. Я тоже что-то как-то не могу сразу найти его упоминания. Да, гран-при взял молодой человек и три первых места девушки. В Светлану Качерину вижу рассказ «Тополь», второе место «Мария Фариса», «Последние дни октября», третье место «Ницидание лета» Екатерина... Златарунская. Златарунская из Саранска. Это первый такой вот проведение конкурса? У СВС, да. У СВС, да. В общем-то, конечно, огромное количество разных литературных конкурсов проводится. И можно говорить о том, что сейчас какой-то вот прям писательский бум. А вы-то сами вот читали, да, эти все работы решающие? Я была одним из ридеров. Не все хотя бы? Нет, конечно, не все. Я была одним из ридеров. То есть я проводила работу по первому отбору. Мне нужно было прочитать 20 рассказов, выбрать из них 5 и указать двух возможных лауреатов. Но, к сожалению, мои лауреаты не стали лауреатами конкурса. Не те, кого вы рекомендовали. Да, да, да. В итоге. И что дальше с этими победителями? Ну, что? Победители получают, во-первых, возможность бесплатного курса в Creative Writing School по выбору. Во-вторых, Гран-при получил приз в виде путешествия в город Сочи и гостиницы на двоих, а также 50 тысяч, которые он потратит, вероятно, на проезд до города Сочи. То есть это простой отдых, без какой-либо творческой составляющей? Ну, как знать. В общем-то, что нужно писателю? Море в окно и возможность работать. Нет, я имею в виду, что не будут его приглашать на какие-то посиделки литературные или, может быть, какие-то мастер-классы и так далее. То есть свободный такой отдых. Ну, да, отдых в данном случае является подарком, но обучение и возможность совершенствования у него есть и в формате очных мастерских, и в онлайн-формате, поскольку наш победитель из города Минска, то, возможно, ему наши очные проекты будут интереснее. Какие еще идеи сейчас в рамках литературной школы? Вот, буквально в начале сентября у нас были очередные съемки, мы записали три новых курса. Мы записали курс Майи Кучерской «Проза для продолжающих», для тех, кто уже прошел первую ступень и хотел бы совершенствовать свои литературные навыки, кто уже пишет, уже публикуется, но хотел бы писать еще лучше, публиковаться еще больше. Для них записали новый курс Майи Кучерской. Дальше записали курс чудесной Анны Старобинец, которая, возможно, известна как писатель-фантаст, но у нас выступит как учитель для подростков, мастер для подростков. Учитель чего? Прозы. Прозы. Она записала из двух частей курс обучение прозы для подростков 12-16 лет. И он стартует с ноября. То есть вот буквально через неделю, сейчас мы в спешке монтируем ролики, выкладываем программу, и буквально через неделю у нас начнется набор подростков в эту литературную школу. И третий курс, который мы записали, он самый сумасшедший, это курс Михаила Угарова по драматургии. И когда мы это писали, в общем, курс рождался на площадке, с Михаилом Угаровым невероятно интересно работать. То есть он абсолютно взрывает привычное представление о том, что такое драматургия, что такое писательский труд, как нужно создавать реальность. И, в общем, Михаил Угаров записал курс, который я бы назвала даже не охотой за реальностью, а вот абсолютной перезагрузкой собственного мозга. То есть он создает ситуацию, когда ты не просто учишься писать драматургическое произведение, в общем, не все хотят быть драматургами, но ты из своей жизни делаешь пьесу, ты смотришь на свою жизнь, на своих окружающих, близких, другими глазами. И это невероятно интересно. В общем, когда мы запустим этот курс, я пока не знаю, сейчас нам всем предстоит много напряженно монтировать и доводить все это до ума. Это все появится на сайте? Это все будет на сайте? Это все видео? Это будут не только видео. Вот, например, в курсе Михаила Угарова, кроме 20 лекций, будут еще выложены материалы, пьес и видео читок театра ДОК, и будут вебинары. И у Майи Кучерской тоже большие дополнительные материалы. И самое главное, человек, который записывается на онлайн-курс, он не просто смотрит лекции, это ничего не даст, или даст очень немногое. Он выполняет задания, и эти задания проверяют. Вот когда я была ридером конкурса «Дама с собачкой», очень часто рассказы, которые присылали, просто нуждались в редакторе, в каком-то внимательном читателе, который исправит очевидные ошибки, легкие, простые. И онлайн-курс позволяет пройти этот путь и научиться не наступать на очевидные грабли, не делать очевидных, простых ошибок, не использовать литературные штампы, правильно строить композицию рассказа, правильно выстраивать характер героя и не выкладывать все карты разума. В общем, вот такая вот литературная кухня, технология, она познается не просто просмотром видеороликов, но все-таки еще и общением со своим мастером-рецензентом, которому ты посылаешь свое задание, а он тебе говорит, вот тут ты молодец, а вот тут можно было бы немножко иначе. А вот так вот делать категорически нельзя. Слушайте, у меня сейчас неожиданно такой вопрос родился. А этим вещам вообще можно государственной системе научиться? Профессия писатель. Ну, слушайте, есть литературный институт. Есть литературный институт. И одним из наших гостей, лекторов, был Алексей Варламов, лектор литературный институт, который говорил, что если даже один человек выходит из литературного института, настоящий писатель, литературный институт уже оправдан. Если хотя бы один человек выйдет из креатив-райтинг, это тоже уже оправдывает такой институт. Но очевидно, что сейчас государственным образовательным институтам противопоставлена большая, активно растущая, очень пока хаотически развивающаяся система доп. образования самых-самых разных творческих школ, писательских, художнических, сценарных, абсолютно разных. Они доступны и в очном формате в Москве, в Петербурге, в Кирове, насколько я знаю, нет. К сожалению, только в столице. Но ура! Для Кирова теперь возможны онлайн-форматы, точно так же, как для любого другого места России. И география онлайн-проектов очень широкая. И там же тоже формируется сообщество. То есть человек, который вступает в эту группу онлайн-курса, он общается с другими людьми, которые живут в Америке, в Англии, во Франции, в Казахстане, в Белоруссии, и тоже пишут. И у нас получается ещё очень интересное там сообщество, такая жизнь на платформе. Жизнь на платформе вообще звучит. Хорошо. Наверное, техногенно устрашающе. Да, но там есть жизнь, там настоящие страсти. И это такая замена соцсетей. Потому что в соцсетях мы просто тупим. А когда ты учишься при этом чему-то, то ты получаешь вот эту коммуникацию, вот это общение, которого нам не хватает. Чего мы в соцсетях ищем? Общение этим. Ты получаешь адресную коммуникацию, которая тебя развивает, которая тебе помогает стать лучше, интереснее, познакомиться с людьми, которые занимаются тем же самым, что и ты. То есть вступить в адресное сообщество, не просто подключиться к этой мировой паутине, и получить доступ к мировому разуму, а получить некую адресную группу, где ты будешь развивать то, что интересно тебе в себе развивать. Ну, в нашем случае, литературные навыки. Я снова хочу спросить, как в прошлой нашей беседе среди кировчан есть слушатели? Ну да. Киров представлен? Да, 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 конечно, да. Что это за люди? Вы знаете, очень многие приходят просто по личным рекомендациям. Вот из тех, кто пришел к нам, это были очень многие мои знакомые, мои бывшие студенты, или просто мои знакомые по кировским культурным проектам. Так что, вот. Это в том числе и люди, которые работают, возможно, далеко от сферы литературы, но им очень хочется, душа горит, что называется, им хочется как-то себя развивать в этом направлении. Очень разные люди. Есть, например, журналисты. Большой пул журналистов, которые работают в провинции, но хотели бы себя совершенствовать. И им вообще-то это нужно. Не для какой-нибудь галочки, а для внутренней потребности быть лучше. Есть категория людей, я сейчас не готова сказать кировских. Кировских таких нет, но вообще категория людей есть тех, мы их называем мамы в декрете. Вот умные, прекрасные барышни, которые родили детей и запертые в четырех стенах со своим ненаглядным чадом, у которых прекрасный мозг, желание что-то делать. И это оказалась такая армия, армия мамочек, которые у нас сейчас уже из наших выпускников стали нашими модераторами и сотрудниками проекта. Детки подросли уже? Нет, детки там где-то под ногами бегают на вебинарах, открываются двери и говорят, мама, налей мне молока. Но это возможность для пока не работающей мамы все-таки сохранять себя в интеллектуальной форме, потому что все меня сейчас слушающие, рожавшие мамы, скажут, как это сложно первый год сидеть с ребенком и не получать этой подпитки для мозга. Тебе уже кажется, что ты просто совершенно отупела. Я так понимаю, что это сугубо женский коллектив? О нет, у нас он смешанный, но да, женщин больше. Ну, я процент не готова сказать, но может быть 70 на 30. То есть все-таки, да. Мне кажется, что просто сейчас женщины более активная часть социума. А мужчины, если приходят, то там всегда есть четкая цель. То есть вот просто потусоваться, мужчины не приходят. Они приходят, например, совершенствуют. Совершенствуют? Вот, кстати, нет. Хотя я не знаю. Ну, они приходят с какой-то целью. Например, закончить свою книгу. Или, например, какой-то творческий кризис. Преодолеть этот творческий кризис. Или, например, расширить. Приходит, например, фотохудожник, которому вроде бы зачем ему писательская школа. Он хочет расширить горизонты своего профессионального видения. Вот такие вот. Потому что сейчас мы все пишем тексты. Тексты писать нужно абсолютно всем. На гранты, в соцсетях наши все эти бесчисленные посты. Это все тексты. И умение писать текст, письма, мейлы. Мы существуем в текстовом пространстве. Умение писать текст является базовым. Таким же важным, как умение владеть персональным компьютером. Потому что с компьютером и с людьми через компьютер ты текстом общаешься. И, соответственно, совершенствование в этой сфере, конечно, прямо вот строго необходимо. Я напоминаю, что все подробные информации можно найти на сайте leedschool.pro. Заходите именно туда и узнавайте обо всем. У нас сейчас небольшая пауза рекламная. Скоро продолжим. В студии особого мнения напомню, Наталья Осипова, генеральный директор коммерческого центра Вятский, кандидат филологических наук, директор литературной школы. Так мы вот постепенно, постепенно все явнее подбираемся к теме образования. Хочу, Наталья, спросить, официальное образование, официальная система нас не учит, что ли, нормально писать то, о чем мы сами говорили, ненормально излагать своими мыслями на бумаге, на экране, гаджеты и так далее. Ну, официальная система образования находится в глубоком, давнем кризисе. Причем российский кризис связан с переходом на Болонскую систему. Но есть еще мировой кризис образования. И та система, к которой мы сейчас так мучительно адаптируемся, в мире тоже показала свою неспособность отвечать сегодняшним запросам дня. То есть та система образования, которая была нацелена на получение диплома какого-нибудь уважаемого вуза, на получение каких-то квалификаций, она на сегодняшний день не работает. Потому что все крупнейшие мировые корпорации создали люди, не имеющие образования. Стив Джобс, Сукерберг, что это? Заговор двоечник. Да, вы понимаете? И молодой человек, который учится в школе, которому мама говорит, ты должен получить высшее образование. Он думает, а зачем? Я могу пойти работать? И вот в этом постоянно меняющемся мире образование не дает необходимых навыков для построения бизнеса, для роста карьеры. Оно дает набор знаний. А набор знаний у нас есть в компьютере. Набор знаний – это дядюшка Google. Все здесь есть. Нам не нужно иметь набор знаний. Нам надо уметь их искать и нам надо уметь адаптировать эти знания к постоянно меняющемуся миру. Сегодняшняя система образования нацелена на старые стандарты. И она никак не готовит к будущему, она никак не готовит к новым требованиям. В этом ее проблема. И поэтому маленькие, маленькие конструкции вроде литературной школы, креатив-райтинг, они лучше и быстрее адаптируются на потребности дня. А большие институции, вроде университетов, вроде, к сожалению, средней школы, как основного образовательного института в нашей стране, они очень медленно, неуклюже и плохо адаптируются. Поэтому нашим детям скучно учиться в школе, поэтому у нас с университетами тоже, в общем, не все прекрасно. И поэтому, конечно, я не знаю, что будет дальше в сфере образования. Вот интересно бы знать, разделяет эту позицию, может быть, отчасти, или хотя бы на толику, разделяет новый министр образования нашей страны, Ольга Васильева. Почти месяц она возглавляет министерство образования и науки. Науки, да, ведь? Они все вместе еще. Миноборг науки. Вот первые заявления уже сделаны ею, в том числе в рамках Российского родительского собрания, которое состоялось 30 октября. Много она там еще сказала про трудовое воспитание, о том, что его надо возрождать и без того, чтобы спрашивать желания школьника и родителя привлекать к работам общественно полезные. Ну, про ЕГЭ она кое-что уже сказала. С первого класса, чтобы к ЕГЭ готовили. Вы почитали, вот какое у вас сформировалось мнение о новом Миноборе науке главе? Ну, да, те ее официальные заявления, которые мне удалось прочитать, особого оптимизма пока не внушают мне. Почему? Потому что, с одной стороны, готовить к ЕГЭ с первого класса мне кажется абсолютным абсурдом. Более того, стандартные вот все эти методики, они подавляют творчество. И есть такой эксперт в сфере образования, великобританский эксперт Кен Робинсон, который прямо заявляет, что вот эти стандартные методики тестирования, они приводят к синдрому дефицита внимания и гиперактивности. Единственной компенсацией этого является творчество. А что нам сказал новый министр образования? Что надо готовить не в последний год и натаскивать на ЕГЭ, а надо готовить с первого класса. То есть это означает, что методики тестирования и стандартизации знания будут еще и на младшую школу простираться. И мы совсем наших детей затюкаем, мы совсем не воспитаем нормальных, психически здоровых и творческих личностей. А это гораздо важнее, нежели способность ребенка сдать ЕГЭ на 70, 80, 100 баллов. И в общем, это очень пугающий такой синдром. С другой стороны, та исчерпанность старой модели, о которой мы с вами начали говорить, и та необходимость новой образовательной модели. Никакой новой идеи я не услышала. А специализация нового министра образования на религоведении заставляет меня опасаться, что диктат и жесткость школы станет больше, а хотелось бы меньше, а хотелось бы больше вариативности и больше возможностей для творчества внутри школы, и уж тем более внутри университета. Потому что иначе детям в школе скучно, они ее прогуливают, мы не получаем необходимого стандарта. Естественно, они в последний год натаскиваются на ЕГЭ, чтобы хоть как-то эту школу дурацкую закончить. И, естественно, они абсолютно не готовы к дальнейшей жизни, потому что та система образования, которая есть, их готовит к чему-то другому. Она их готовит к сдаче ЕГЭ, а не к тому, как они будут потом деньги зарабатывать или как они будут существовать в постоянно меняющемся цифровом, визуальном другом мире, чем тот, который рисует требования Министерства образования. А если попытаться взглянуть на эти вещи менее критично, я имею в виду, ну пусть существует, это бог с ней, это государственная модель образования. А параллельно с ней есть вот то самое дополнительное образование, о котором вы говорите, более творческое, более свободное. Пусть они сосуществуют. Да? Так они, как вам сказать, они и так сосуществуют. Это и так есть. Они компенсируют сегодняшнюю школу. Но перегруженные в школе дети не имеют времени ходить в кружки, заниматься в секциях, заниматься творчеством. И усиление школьных требований приводит к усилению. То есть мы всё сильнее и сильнее закручиваем гайки. А мне кажется, их надо разбалтывать, надо давать детям больше свободы. И родителям в том числе. Родителям надо дать больше свободы, решать, чем заниматься их ребёнку. Мы это всё отдаём государству. На уровне министра образования интересно. Министр образования может вообще понять эти вещи с ним? Возможно на эту тему дискутировать, как вы думаете? Я думаю, что дело не в личности министра образования, а в той системе, которая существует. И любую систему реформировать, чтобы, нужно быть таким Петром Великим. Надо быть способным что-то разломать, сделать резкие заявления. И я в сегодняшних чиновниках, не только в министре образования, но и в других, этих амбиций и этого потенциала совсем не вижу. У них есть желание сохранить, консервировать сегодняшнюю систему. Но причём это сочетается с риторикой изменений. То есть они говорят про изменения, мы изменим. А когда ты смотришь, какие они изменения предлагают, то по факту получается, что они консервируют то, что есть, только в ещё более жёсткой форме. И вот это вот некое противоречие, когда в лозунгах, да, мы будем делать лучше, мы будем изменять, а по факту мы консервируем, оно просто повсюду. Не только в риторике министра нового образования. У нас остается не так много времени. Хочется сосредоточиться на делах нашего региона и тоже продолжить линию образования. Как известно, с приходом нового, вернее, временно исполняющего обязанности губернатора Киевской области у нас кадровые перестановки довольно существенно начались. Естественно, многих сейчас волнует вопрос о кадрах, кадровый резерв. И вот как раз-таки не так давно между нашим авторным вузом и губернатором, в РИО губернатора, было подписано соглашение о создании губернаторского кадрового резерва. Все, кто считает, что обладает достаточным опытом и навыками для работы на госслужбе, могут сейчас отправлять свое резюме. В последнем данном порядка уже 20 заявлений принято на сайте ВИАДГУ. Это все можно делать. Есть экспертный уже совет, который рассматривает эти заявления. Вот как вам такая форма работы? Ну, сама идея, не нова, и сама идея была сформулирована много лет назад как президентский кадровый резерв. Этим занимался Кириенко и его команда. И та система, которая была, показала свою эффективность. Она действительно приводила молодых, активных людей в управление государством. Ну, при том, что она не работала идеально. Она не работала идеально, там было множество сбоев этой системы. Получится ли у Вятского государственного университета и у Валентина Николаевича Пугача сделать что-то подобное, пока говорить рано. Но я думаю, что идея состоит именно в том, чтобы возобновить эту, в общем-то, хорошую возможность. Потому что что происходит? Очень часто есть вакансии, и начальник мучительно думает, а где бы мне найти достойного, хорошего управленца? Там конкурс обычно объявляется. А тут у него будет база данных. База данных, в общем-то, проверенных, протестированных, как минимум протестированных одной сеткой университетской. То есть, конечно, какой-то смысл в этом есть, но давайте посмотрим, как это будет работать. Ну, это, безусловно, процесс не одного дня. Не одного года. Пусть первое поколение придет этих ребят к управлению, и мы посмотрим, получилось ли это или нет. Идея очень хорошая, но между хорошей идеей и ее хорошим воплощением всегда есть расстояние. Я искренне желаю удачи тем людям, которые этим проектом занимаются, потому что мне кажется, что сейчас огромный дефицит умных, адекватных и желающих работать людей среди чиновников есть. Помните, как мы некоторое время назад говорили, что должны управлять страной молодые, например, специалисты. Это все в силе, на ваш взгляд? Должны молодые туда приходить? В силе это должны. В силе вот это наша мечта о каких-то прекрасных управленцах, которые придут и будут управлять нами, которые знают как, которые образованы, которые честны, у которых есть амбиции сделать свою Родину лучше. И вот эта наша мечта, она, конечно, продолжает висеть в нашем сознании, но остается пока мечтой. И даже когда какие-то активные, молодые, талантливые люди приходят, часто эта система их перемалывает и выплевывает, что очень грустно. Еще про высшее образование немного, ну, безусловно, у нас в последнее время много изменений, о чем-то произошло, не можем все затронуть в особом мнении, но все-таки вот еще, что интересует, опять-таки, связанное с образованием. Как известно, заместителем председателя правительства, курирующего сферу медицины, стал Дмитрий Курдемов. Не так давно он высказался за то, что решить проблему нехватки медиков в районах мы не можем, кроме как не вернув систему распределения. По поводу распределения медиков у вас хочется спросить, по поводу педагогических кадров. И возможности распределения учителей. Да, учителей. Медики и учители. Да, я была тем последним коленем Кировского пединститута, кого распределяли. И я еще на своей шкуре помню эту систему распределения. Дело в том, что я была лучшей на своем курсе, поэтому меня оставили на кафедре. То есть у меня была первая позиция, мне предложили остаться на кафедре, я согласилась, я хотела заниматься наукой. Но я помню вот эту нервность. Среди ровесников? Конечно. Нужно было обязательно, срочно, на четвертом курсе выйти замуж, иначе тебя отправят в деревню. Городские девочки, которые не обладали такими способностями, как деревенская, которые с первого курса знают, что их задача выйти замуж, а вовсе не выучить старославянский язык. Они где-то к третьему курсу все уже были с мужьями, а некоторые и с детьми. А городские высокомыслящие филологические барышни разъезжались по этим деревням, сталкивались с этой ужасающей действительностью, необходимостью ходить по грязи, кормить корову, общаться с людьми, которые говорят только матом. И ведь у нас в моем курсе было множество трагических историй вплоть до сулицида. То есть невозможно было это некоторым возвышенным созданием русскую действительность в глубинке пережить. Если будет возвращен этот институт распределения, конечно, с точки зрения решения проблемы кадров, вроде бы это решение. Государство свою задачу выполнит. Да, государство свою задачу выполнит. Но с точки зрения возврата в совок мы сделаем еще один широкий смелый шаг назад. Потому что вот эта свободная воля человека, она, мне кажется, превыше важной, но вторичной задачи обеспечения учителями и врачами деревенских школ и больниц. Надо создавать выгодные условия, чтобы сами выпускники ехали по этим деревенским школам и больницам. И они готовы будут это делать, если им хотя бы там будут предоставлять жилье и нормальную зарплату. И, между прочим, среди моих выпускников, которых уже не распределяли, некоторые, кому предоставили такие условия, молодые семьи с обоими супругами учителями, ехали в деревенские школы. И, вот, например, одна из моих выпускниц, Настя Ветрова, прекрасно учит детей русскому языку и литературе в одной из деревенских школ и воспитывает сына, а ее муж-историк ведет историю. То есть, такие примеры есть, и просто нужно создать эту возможность. И все-таки нельзя школу тоже лишать возможности конкурсного набора, потому что я знала другую ситуацию. По врачам не готова сказать, но по учителям совершенно точно, филологические барышни, девочки, закончившие институт, не могли в школу устроиться учительнице, потому что все места были заняты. Потому что, ну, те учителя, которые работают, учителя сторожилы, да, им и 60-70, они продолжают работать, они не торопятся место уступить молодежи. и вот это вот гораздо... Это тоже такая проблема. это гораздо более болезненная проблема, потому что, вроде они хотят, но у них нет возможности. Завершается, к сожалению, время нашей беседы. Еще раз напомню, что это особое мнение Натальи Осипова и генерального директора коммерческого центра Авиатска, и кандидата в филологических наук, директора литературной школы. Спасибо, всего доброго. Спасибо вам, Владимир. До свидания. До свидания. До свидания.